Всем привет! Сегодня мы поговорим об операторах выделения в C++, а именно о таких операторах, как if и else. Программирование очень часто выполнения команд зависит от каких-то условий, и в C++ для таких целей используется особый оператор, который называется if. Он имеет следующий вид, у нас идет if, потом в скобочках мы указываем какое-то условие, и далее указываем инструкцию, которая должна выполняться. И это значит, что вот эта инструкция, она будет выполняться только тогда, когда условие в скобках у нас будет правдой, то есть true. Либо же не равно нулю, то есть у нас может быть здесь просто быть true, и тогда вот эта инструкция будет выполняться всегда. Либо это еще может быть просто числовое какое-то значение, не равное нулю. То есть вот это вот условие, оно не обязательно должно иметь тип boolean, оно может иметь также и числовое значение. При необходимости можно еще добавить альтернативу, это оператор else. Это значит, что если у нас условие правда, то тогда будет выполняться первая инструкция, а если же нет, то тогда выполняется вторая инструкция. То есть либо это, либо это. И также в операторе if-else есть такая особенность, что за ними идет только именно одна инструкция. То есть мы не можем написать сразу несколько инструкций подряд. Но зато в качестве инструкции можно использовать блок фигурные скобки. То есть мы не можем здесь использовать какое-то количество инструкций одну за другой, но мы можем вместо инструкции использовать блок фигурные скобки. И тогда мы просто можем поместить эти инструкции в фигурные скобки. И дальше уже писать столько инструкций, сколько захотите. Возьмем пример. Здесь у нас идет конструкция if-else. И в конструкции if у нас идет условие. Если у нас x меньше 100, тогда идет вывод x меньше 100. Если же нет, тогда идет вывод x больше либо равно 100. x меньше 100. Сделаем допустим 150. x больше либо равно 100. Теперь посмотрим второй пример. Здесь у нас идут уже две инструкции, которые находятся в блоке. Если бы мы, к примеру, допустим, убрали этот блок, то тогда при условии a больше b у нас выполняется эта инструкция, и потом выполняется уже эта инструкция. Но если у нас будет a меньше либо равно b, тогда у нас первая инструкция не будет выполняться, но вторая инструкция будет выполняться всегда, потому что она идет уже отдельно от оператора if. То есть она уже не учитывается в этом условии. Из-за этого на практике очень часто бывают такие ошибки, что, к примеру, кто-то написал if таким вот способом, без блока. Потом кто-то подписал, допустим, вторую инструкцию. Допустим, сюда. Или, может быть, сюда. И вот эта вторая инструкция, она будет выполняться уже независимо от этого условия. Поэтому, чтобы избежать подобных ошибок, обычно советую ставить блок в любом случае, независимо от того, сколько у нас будет инструкций. Ну и визуально, мне кажется, так получается более читабельно. И да, причем позиция инструкции тут не имеет значения. Можем все написать в одной строчке. Можем взять, допустим, вот эту инструкцию, вот эту удалить и написать вот так вот. То есть, в принципе, инструкция не обязательно должна начинаться со следующей строки. Вот еще один пример. Здесь мы проверяем, если у нас c будет большой буквы или нет. Из-за зависимости от этого мы выставляем какой-то буллиан. Также такую запись можно написать еще и вот так вот. Допустим, где ставить. Некоторые пишут так, чтобы сэкономить строчки. Но я предпочитаю писать именно вот так вот. Это больше относится к личным предпочтениям. В различных фирмах используются разные написания. То есть, нужно смотреть, в какую компанию вы попадете. Где как пишется код, то лучше придерживаться именно такого же стиля. Чтобы во всем проекте код был одинаково написан. Ну, если у вас условия такого вида, как я говорил, у нас идет какая-то проверка. И в зависимости от проверки мы выставляем какой-то буллиан. То то же самое можно написать и по-другому. Тут у нас не используется оператор if. И в теории такая конструкция, она будет работать быстрее, чем при условии с if. Если, конечно, компилятор сам это не оптимизирует. Все дело в том, что процессор работает немного сложнее, чем просто выполняет одну операцию с другой. В нем есть так называемый конвейер, где он может, к примеру, начать выполнять какую-то инструкцию. И еще не закончив ее выполнение, приступить уже к следующей, как бы наперед. Чтобы не терять время и не ждать результата выполнения предыдущей инструкции. Так вот, если ему встречается оператор if, то ему нужно решить, какое из двух вытелений ему нужно начать выполнять заранее. Это называется branch predict. То есть он как бы предсказывает, какой путь наиболее вероятный, чтобы сэкономить потом время. И по нему потом идет. Если, к примеру, он ошибается с выбором. То есть у нас, допустим, branch predict выбрал вот это условие. То есть он, допустим, что-то посчитал до ветвления. Потом он заранее уже посчитал вот эту инструкцию. Движение программы пошло по другому branch, по другому ветвлению. И получается то, что он здесь все посчитал, ему нужно все это сбросить. То есть он все это сделал зря. И таким образом теряется время. И особенно дорого по времени, это может быть, к примеру, на GPU. Допустим, в коде шейдера. Если у нас в коде шейдера будет слишком много if, то чисто только из-за этого у нас очень может сильно просесть производительность. И в итоге получается, что чем меньше в программе ветвлений, тем, по идее, она должна быстрее работать. Про процессорный конвейер, я думаю, мы потом тоже еще поговорим. Но сейчас вы просто должны понимать, что чем меньше ветвлений в программе, тем лучше. Поэтому, если вы можете избежать какого-то вызова if, допустим, вот в этом случае, то лучше его избежать. Тем быстрее процессор сможет обрабатывать одну инструкцию за другой. Далее, как я уже говорил, тут в if у нас не обязательно должно быть какое-то boolean значение. Это может быть еще и числовое значение, которое потом неявно преобразуется в boolean. К примеру, если у нас есть какая-то переменную a, и мы потом проверяем, не равна ли она нулю. Если a не равно нулю. То в этом случае нам не обязательно писать не равно нулю. Можем просто написать, если a. И здесь, если a у нас будет больше, либо меньше нуля, то есть оно не равно нулю, и это автоматически конвертируется уже в true. Либо, если у нас есть, допустим, какой-то указатель, int p, и мы хотим проверить его на нулевой указатель, на 0 pointer, то он тоже не обязательно писать, если p не равно 0 pointer. Мы можем просто написать, если p, потому что указатели, они тоже у нас конвертируются в boolean. Нулевой указатель это то же самое, что и 0 для integer. Также еще if else операторы можно сколько угодно объединять. Здесь мы сначала делаем одно условие, потом в качестве else мы используем второе условие. И в качестве его else мы используем еще одно условие. То есть мы получается один за другим их объединяем. Если у нас выполняется это условие, мы делаем эту инструкцию. Если же иначе у нас выполняется следующее условие, мы делаем эту инструкцию. Ну и так в зависимости от условий. То есть мы проходим по всем вариантам. Ну и в конце также можно еще написать тоже завершающий else. Если допустим у нас ни один из вариантов не подошел Еще есть одна такая вещь о которой я хотел поговорить Это возможность инициализирования в условии if Возьмем такой вот пример Тут мы просим пользователя ввести допустим какой-то угол Потом рассчитываем синус угла и говорим больше он или меньше нуля И для этого мы задаем такую переменную как x Чтобы посчитать наш синус И после if else нам по идее вот эта переменная уже будет не нужна Мы здесь ее уже использовали и дальше она будет просто бесполезна И кроме того тут могут появиться даже какие-то ошибки Если мы потом случайно как-то ее дальше будем использовать Или допустим мы хотим создать какую-то перемену с таким же именем Мы уже это не сможем сделать И чтобы это исправить можем конечно просто взять и все это обрамить вот такие вот скобки То есть сделать отдельный блок Тогда будет все нормально работать То есть у нас вот эта перемена она будет валидна только в этом блоке Дальше она просто уже уничтожается из тека Но в стандарте c++17 появилась такая возможность как инициализация прямо в условии if Теперь мы можем написать следующим образом Можем это все отсюда убрать И написать это прямо в if И вот эта перемена она будет валидна только здесь То есть if else Дальше она уже будет невалидна Здесь мы уже использовать ее не сможем Если у вас появляется здесь какая-то ошибка То скорее всего у вас не настроена на c++17 Можете нажать правой кнопкой на проект Свойства И тут вы увидите что c++ language standard стоит на 14 по дефолту Меняем на 17 И все будет нормально компилироваться И вот этот x можем использовать теперь в if и else Но теперь если мы захотим использовать его здесь Мы уже не сможем потому что x здесь уже не определена x undefined То есть получается то же самое что мы ограничиваем область видимости чисто if else Теперь поговорим о возможных потенциальных ошибках связанных с операторами if else Довольно таки частой ошибкой при сравнении двух переменных бывают не и сравнения а присваивания Когда мы здесь пишем не два равно а только одно равно Часто люди так ошибаются Вместо двух равно пишут одно равно Хотя они имеют ввиду сравнение И здесь получается что у нас переменной а идет присваивание переменной b А потом просто результат неявно преобразуется в boolean То есть здесь у нас а единица b двойка То есть получается а присваивается двойке И потом вот это все двойка преобразуется в boolean И здесь получается всегда true Хотя у нас а не равно b И проблема в том что для компилятора это вполне нормально То есть компилятора вполне нормально без ошибок все это скомпилирует Единственное что некоторые компиляторы здесь дают подсказку Что может быть мы все-таки здесь имели ввиду не присваивание а сравнения Но вы должны быть здесь внимательны Я скомпилировал у меня здесь никакого предупреждения не выдало Далее часто ошибка бывает что else по итогу относится не туда куда мы хотели Здесь в этом примере по всей вероятности программисту подразумевал Что вот этот else он относится к первому if Поэтому сделал здесь такой отступ Но на самом деле он будет относиться ко второму if Поэтому лучше всегда расставляйте блоки Чтобы было потом лучше понятно что к чему куда относится Еще бывает такая ошибка что после if случайно ставить точку запятой Это тоже считается легальной инструкцией хоть и пустой То есть если я тут допустим понаставлю кучу точек запятой То все будет нормально компилироваться То есть точка запятой она просто считается пустой инструкцией И вот эта точка запятой мы получается закрыли уже этот if И дальше вывод уже будет идти независимо от условия То есть не важно что у нас будет стоять в if И у нас этот вывод будет идти всегда Еще что я хотел вам показать это условный оператор вопроса Это единственный оператор который принимает сразу три параметра Первый параметр, второй и третий Здесь на первом месте у нас стоит какое-то условие Больше ли у нас a чем b Если да, то возвращается первое значение Если нет, то второе значение Это будет полностью эквивалентно вот такой вот записи Здесь у нас их идет проверка a больше b Если да, тогда у нас max приравнивается a Если нет, тогда приравнивается b То есть вот эта запись и вот эта запись они эквивалентны Но так как она занимает меньше места То ее тоже очень часто используют Только один совет, что стоит вот эти условия лучше обрамлять в скобочки Чтобы не путаться что и где Если вы не уверены в порядке выполнения операторов Потому что у каждого оператора есть какой-то свой приоритет И может быть такое, что порядок будет не тот, который вы думали Ну а на этом на сегодня пока что все Спасибо за внимание Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И вернемся с вами уже в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok